Проезд ограничивают, но есть и исключения. В связи со строительством станции метро Театральная с 4 марта на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской вводят ограничения движения. Такая мера коснется только автотранспорта, а исключения сделают для трамваев и машин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, транспортных средств, принадлежащих гражданам, проживающим в зоне ограничения движения, а также служебного транспорта для обслуживания промышленных и торговых объектов. Вопрос о вводе ограничений движения обсуждали на совещании в мэрии. Актуальные задачи по продолжению строительства новой станции Подземки разбирали под руководством первозаместителя главы Самары Владимира Василенко. Он отметил, что ограничения должны были ввести в праздничные выходные, но потом сроки решили перенести. Запрет до 1 сентября вводят, чтобы подготовить площадку на улице Галактионовской для продолжения строительства Театральной. В конце марта, начале апреля сюда привезут тоннели-проходческий комплекс. В зоне стартового котлована в историческом центре готовят платформу, чтобы разместить аппарат на ней. Сейчас специалисты устанавливают необходимые крепления. Это такая обойма, которая монтируется на забойной стенке, которая позволяет ТПНК входить и выходить. Конструкция, облегчающая вход в породу. Тем временем активно продолжают трудиться и на перекрестке улиц Полевой и Новосадовой. Стартовый котлован здесь уже готов на 85%. Все укрепляющие сваи установлены, рабочие начали рыть и вывозить грунт. Закончить работу на 100% планируют за месяц до 1 апреля. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию Театральной добраться из отдаленных районов до исторического и культурного центра Самары можно будет быстро и комфортно. Эксперты убеждены, что после открытия новой станции пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости муниципальное предприятие Самарский метрополитен сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого потребуется выход большего количества составов, а значит и машинистов нужно будет больше. Этой весной планируется набрать целую группу для обучения. В дальнейшем уже умелые машинисты будут работать и на новом участке линии метрополитена. Также в этом году продолжат капитально ремонтировать подвижной состав подземки. В порядок привели уже более половины парка. После капремонта срок службы вагонов увеличили еще на 15 лет. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский, События.